Приветствую, друзья! Быть женой знаменитости только на первый взгляд легко. Многим кажется, что эти женщины купаются в лучах славы своих супругов, но нередко куда более тяжелым становится развод и жизнь после него. Давайте же узнаем, что стало с бывшими избранницами известных артистов. Елена Сафонова, бывшая жена Кирилла Сафонова. Кириллу было всего 18 лет, когда он женился. Его избранницей стала девушка по имени Елена, которая никак не была связана с кинематографом. В 1994 году, спустя три года после свадьбы, у супругов родилась дочь Анастасия. К тому моменту у Сафонова никак не получалось добиться успехов в актерской профессии в России. Чтобы прокормить семью, ему приходилось подрабатывать таксистом. Кирилла не устраивала такая жизнь, поэтому он без раздумий принял приглашение от израильского театра «Гешер». В Израиль он перебрался вместе с Еленой и маленькой Настей, а его мама и сестры уже давно жили там. Через несколько лет, когда финансовое положение семьи улучшилось, Кирилл вернулся в Россию и продолжил сниматься в отечественных картинах. Его супруга и дочь остались в Израиле, а в 2001, спустя 10 лет брака, актер развелся. Какие-то важные этапы проходили вместе, вместе взрослели. А потом произошло то, что один французский писатель назвал эффектом новостроек, которые возводятся одновременно и уверены, что будут существовать на одном уровне. Однако, когда достигают крыши, выясняется, что связь между ними непрочна. Сохранять видимость семьи не имела смысла, рассказывает актер. После развода Елена осталась дочерью в Израиле, а Сафонов вернулся в Россию. Анастасия часто виделась с отцом, а затем, повзрослев, переехала жить в США. Для бывшей жены актера развод был огромным испытанием, и хотя она снова вышла замуж, чувствовала себя несчастной. Елена пристрастилась к спиртному, а через несколько лет привычка переросла в тяжелую зависимость. Женщина не признавала свою проблему и отказывалась от лечения. В июне 2018 года Елена скончалась от алкоголизма. Ей было всего 42 года. Последние несколько лет она жила в полном одиночестве. Второй брак тоже распался, а наладить отношения с дочерью не получалось из-за отказа лечиться. Ксения Качалина – бывшая жена Михаила Ефремова. Пик популярности актрисы Ксении Качалиной пришелся на первую половину 90-х. В 1993 на экраны вышел фильм «Над темной водой», в котором она сыграла главную героиню. За эту роль Качалина удостоилась премии итальянского кинофестиваля в Таурмине. С Михаилом Ефремовым Ксения познакомилась в 1999 году на съемках картины Романовы «Венценосная семья». Для Ефремова брак с Качалиной стал четвертым, а для нее вторым. В 2000 году у супругов родилась дочь Анна Мария, а через 4 года Михаил и Ксения развелись. Актриса тяжело переживала расставание с мужем. Она поехала в Гуа, Индия, и взяла с собой дочь. Там Качалина жила несколько лет. Вернувшись в Москву, она пристрастилась к алкоголю. Михаил Ефремов оформил опеку над дочерью. Она не хотела жить с пьющей матерью, которая устраивала скандалы. Актер даже после развода обеспечивал жену. Купил ей квартиру в центре столицы, а Ксения все реже и реже снималась в кино. Стоит отметить, что тяга к спиртному у нее появилась еще в студенчестве, но именно после развода с Ефремовым она полностью потеряла контроль над собой. Сейчас в 52 в женщине невозможно узнать некогда привлекательную и популярную актрису. Ксения Качалина по-прежнему живет в этой квартире, которую после развода ей купил Михаил. Своё жилье она превратила в помойку. У нее огромные коммунальные долги. Несмотря на то, что Ефремов отбывает наказание, она регулярно получает от его имени финансовую помощь. Конечно, сейчас уже не такие суммы, как прежде, но и эти деньги Качалина тратит на выпивку. Екатерина Шилякина, бывшая жена Батырхана Шукенова. Батырхан и Екатерина познакомились в 1994 году на концерте. Она была поклонницей его творчества. Вскоре они стали жить вместе, но не оформляли свои отношения. Первый ребенок пары, которого они ждали долгие годы, умер всего через 40 дней после рождения. Эти испытания очень сильно повлияли на их семью. В 2001 у Батырхана Екатерины родился второй ребенок, сын Максут. В 2006 году они все же расстались. В 2008 Шукенов женился. Это был его первый и последний официальный брак. Снова избранницей он не стал отцом, но никогда не забывал про первого сына и бывшую супругу. Екатерина и Максут переехали в США, а Батырхан регулярно отправлял им деньги. В 2015 году Шукенов скончался от инфаркта. Для Шелякова и Максута это была огромная потеря. К тому же их финансовое положение сразу ухудшилось. Зарплаты Екатерины не хватало, чтобы оплачивать все расходы. Она и сын жили в съемной квартире, которой оплачивал Батырхан. А незадолго до своей смерти он начал строить для них дом, но не успел. Когда бывшая жена музыканта рассказала о своем бедственном положении, отозвались множество людей, среди которых были известные певцы. Екатерине помогли приобрести жилье и оплачивать обучение сына. Шелякова и Максут по-прежнему проживают в США. Субтитры создавал DimaTorzok